Вот уйти из такой Барселоны по собственному желанию, чтобы просто отдохнуть. Наглость или лукавство? А вот не знаю. А вы знаете? А ведь он уже однажды прощался с Камп Ноу. Правда, тогда не было трогательной речи в центре поля, не было подбрасываний и живого коридора. Летом 2001-го он ушел почти незаметно, отыграв полуфинальный матч Кубка Испании против Сальты. Весной 2012-го все было по-другому. Ведь на сей раз Камп Ноу прощался с живой легендой. С человеком, который со своей Барселоны завоевал весь футбольный мир. С тренером Хасепом Гвардиона. Нет ничего опаснее, чем не рисковать. Он появился фактически из ниоткуда, когда в 2008-м неожиданно возглавил Барселону. Его кандидатуру, коуча молодежного состава каталонцев, поддержали тогдашний президент Лапорта и спортдиректор Бегерестайн. В него поверили. А ведь Барселона – это был, по сути, первый серьезный тренерский опыт Гвардиолы. Засучив рукава, он смело взялся перекраивать команду. Даже слишком смело, без доли сожаления убрав звездную троицу Райкарда – Деку, Эту, Роналдиньо. Гвардиола без лукавства заявил. Проанализировав их выступление, я решил, их уход будет самым лучшим решением для команды. Я могу простить неудачу, но не отсутствие старания. Говорят, Гвардиоле просто повезло. Он возглавил команду, которую слепили Кровь и Райкард. А еще повезло с лучшими выпускниками Академии Ла Массии – Хави, Иньеста и Месси. Но не те ли Хави, Иньеста и Месси играли в команде Райкарда. Просто при Райкарде они были талантливыми. При Гвардиоле стали великими. Моя философия проста – нет мяча, нет паса. Нет паса – нет контроля. Нет контроля – нет футбола. О таком дебюте можно только мечтать. В первый же сезон Гвардиола с Барселоной выиграл три турнира. Чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Такого не удавалось ни одному из испанских клубов. А главная звезда Барсы Лео Масси впервые стала обладателем золотого мяча. Итого 13 титулов за 4 года. Таков урожай Гвардиолы. Кстати, может даже и 14 титулов. 25 мая состоится финал Кубка Испании, в котором Барселона сыграет против Атлетика. Не обязательно играть в футбол, чтобы вырасти в великого тренера. Жузе Маурини, вероятно, лучший тренер в мире. Этим кадром лет 15. Гвардиола игрок после очередной победы от радости запрыгивает на Жузе Мауринио. Ассистента главного тренера Барсы Бобби Робсона. И может быть, они до сих пор были бы друзья не разлей вода. Если бы в свое время The Special One не возглавил злейшего врага Барсу. И если бы Гвардиола не нанес сокрушительный удар по амбициям Мауринио. В их первом же совместном Эль Классика. С унизительным для португальца счетом 0-5. Говорят, легче поменять женщину, чем футбольный клуб. Так оно и есть. Он устал, он хочет отдохнуть. Но этим словам Гвардиолы почему-то никто не верит. Все ищут причину глубже. И вряд ли она кроется в поражении от Риала и Челси. Он бы все равно ушел. Не зря ведь отказывался продлевать контракт. Но главное тут другое. Из Барселоны уже давненько никто сам не уходил. А тем более из такой Барселоны. Команды мечты. И сложно сейчас представить, как дальше Гвардиола будет жить без Барсы. А Барса без Гвардиолы. А может он все-таки вернется? А может прав был на порта, когда сказал, что следующим тренером каталонца будет Ханни Эрнандес. А следующим президентом будет, да, он самый, Хасеп Гвардиола. А вот сложно представить Гвардиолу на посту другой команды. Сложно представить Гвардиолу с командой, в которой нет месси.